Всем добрый вечер. Четверг, 8 часов вечера, и с вами «Искусство возможного», я и ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях член исполкома Левого фронта, первый секретарь ЦК РКСМ Российского Коммунистического Союза Молодежи Дарья Митина. Добрый вечер, Дарья. Добрый вечер, Сергей. Отмечу, что первый раз в нашем эфире дама, очаровательная дама, и это не проявление сексизма, просто так уж как-то получилось, что в России, в политике и вокруг нее, женщин не так уж много. Кстати, Дарья, банальный вопрос, а с чем это связано? Почему так? Ну, на самом деле, действительно, это какая-то сугубо российская, как мне кажется, традиция, потому что по миру-то по-другому. Посмотрите на скандинавские парламенты, на Южную Азию, на Юго-Восточную Азию и так далее. Вот. Ну вот в России, скажем так, обычно, допустим, в Российской Государственной Думе доля женщин не превышает 10%. Я на секунду перебью, если позволите. Я напомню, что наша гостья сегодняшняя была депутатом Государственной Думы двух созывов и вроде, как все утверждают, была самым молодым депутатом Государственной Думы, хотя она это отрицает. Я не отрицаю, просто есть данные. Был действительно самый молодой депутат от партии Жириновского. Он был моложе меня на три месяца, так что... Его мы не считаем. Ладно, прошу прощения, я перебил. Вот. Возвращаемся к женщинам в политике вообще и у российской в частности. Нет, на самом деле, женщин в российской политике совсем не так уж мало. Давайте не будем забывать, что третьим лицом в государстве некоторое время была Валентина Ивановна Матвиенко, она же была вице-премьером. Что значит некоторое время? Она и сейчас, по-моему, третье лицо. Ну, она и сейчас третье лицо. В губернаторах у нас дамы были, скажем так, и сейчас есть. Светлана Армова, да, на Ямале, по-моему. Вот. Была Пивненко в Карелии, вот была Валентина Броневич, если вы помните, на Дальнем Востоке. Вот. То есть, в принципе, женщины встречаются. Никаких, в общем-то, дискриминационных норм здесь нету. Просто есть какая-то традиция, которая либо сложится, либо не сложится. Вот в России, как мне кажется, доля женщин невелика, ну, какая есть, скажем так. А правильно ли я понимаю, что и по сравнению даже, допустим, с советскими временами женщин стало чуть меньше? То есть, понятное дело, что в Политбюро женщин или не было, или их там было полтора человека, типа Фурцевой. Но вот если брать уже, условно говоря, второй уровень класс, ниже Политбюро, с тех пор сексизм в отечественной политической жизни изменился или остался примерно тем же? Ну, в советское время всегда существовал элемент такого квотирования. То есть, стремились поддерживать некий определенный минимум. Ну, правильно это или нет, я думаю, судить здесь. Здесь сложно, но я могу рассказать вот такую интересную историю. В середине 90-х годов мне как раз довелось быть в Индии, когда вся Индия, а это, в общем-то, самая большая демократия мира, если можно так сказать, вторая сторона по населению, они оживленно обсуждали проблему квотирования мест для женщин. В парламенте должен был идти законопроект. И все лидеры партии политических сказали, что да, наша партия будет голосовать за. А голосование было тайным. И когда вскрыли урну с бюллетенями, выяснилось, что чуть ли не 80% парламента проголосовали против. И был страшный конфуз, потому что накануне публично все лидеры фракции обещали, что будут голосовать за. И мне это напомнило известный анекдот, как в деревне наполняли бочку водкой. Всем сказали принести ведро водки, и каждый принес ведро воды в надежде, что сосед окажется честным. Вот, поэтому квотирование, на самом деле, это тема очень сложная. Моя точка зрения, что любое квотирование по половому признаку в развитых странах, а Россия все-таки, я смею надеяться, развитая страна, это некий элемент дискриминации. Причем отрицательная дискриминация. Отрицательная дискриминация, безусловно. Одно дело, когда, допустим, в джирге, в афганской джирге, да, есть квотирование, это справедливо и правильно, потому что там роль женщин совсем иная, нежели у нас. А в России, я считаю, что это уже смешно, и, в общем-то, это архаизм и унизительная норма. Но, тем не менее, факт тот, что в, скажем, ну, в Западной Европе без всяких квот женщины добиваются значительных успехов, и, в общем-то, я бы сказал, не только, собственно говоря, в Северной Европе, но уже и в Центральной, по большому счету. Возьмем Ангелу Меркель, возьмем Францию, где, ну, не выиграли, не выиграли, ну, что же теперь сделаешь? Ну, участвовали же, то есть, грубо говоря, кандидаты, там же, насколько вам было, да, аж две женщины, кандидаты на роль президента, Центриска и младший Лепениха. Кстати, надо сказать, что в Европе зачастую складывается такая ситуация, когда социальные и политически активные женщины, на самом деле, ну, такой своеобразный немножко обмен ролями. Мужчина сидит дома, занимается какими-то хозяйственными проблемами и так далее. Вот, то есть, все зависит от того, какая традиция в стране сложится. А, например, в той же Франции, ну, есть исключение, конечно, это семья Сигалена Руаяль, да, там оба они, ну, судьба этой семьи, как мы знаем, сложилась не очень весело. В результате они все-таки не стали жить вместе и разошлись. Ну, со стороны это весело, для них, возможно, нет. Вот, но когда приезжаешь в какие-нибудь там парламенты, там, лантаги немецкие или какие-то городские парламенты, то, в общем, достаточно забавно наблюдать, что больше половины зала это, так сказать, парламентарии в юбках. Понятно. То есть, это именно тот сам второй-третий эшелон. Ну, в общем, да. То есть, не министры. Так, а в Америке мы что, кстати, в этом плане имеем? Там-то, по идее, все должно быть максимально продвинто и эмансипировано или отнюдь? Ну, в Америке мы знаем, что женщины обычно играют роль серых казиналов. Они советуют первому лицу. Вот, хотя, скажем так, попытка, условно говоря, Хиллари Клинтон, да, стать первым лицом, она провалилась, наверное, не в последней степени, потому что все-таки был некий такой гендерный момент. А там расовый момент, прошу прощения. Плюс негативный груст, так сказать, оставшийся от ее супруга. Но, с другой стороны, расовый момент. При этом нужно понимать, что, когда мы говорим об отрицательной дискриминации, а именно то, что обычно называется дискриминацией меньшинства, в отличие от афроамериканского населения, женщины, я думаю, в Америке составляет большинство населения, как, собственно, и по всему миру. Ничего не получается? Да, я думаю, да, конечно. Так что тут довольно забавная ситуация. Я помню, что еще когда были сами эти выборы, я хихикал. То есть, выборов два. И оба совершенно непривычны для американцев. Или выбираем афроамериканца, которую отродясь не было, или выбираем женщину, которую тоже отродясь в роли президента не было. То есть, что, казалось, что женщина страшнее, раз ее-то так... Нет, женщина не страшнее, но просто ветра подули в сторону Обамы и подули совершенно, так сказать, как мне кажется, правомерно. Вот, там, в общем-то, все политические обстоятельства складывались в его пользу. Другое дело, что, на самом деле, ну, я, наверное, человек пристрастный и Америку не очень люблю. Вот, я могу сказать, слава богу, потому что те образцы, так сказать, женской политической активности, которые демонстрирует нам Америка... И не только Клинтон, а, например, Олбрайт, Райс... Да, начиная с Олбрайт, начиная с Клинтон, начиная с Сары Пейлин и так далее. Вот лучше не надо, как говорится. Но Пейлин, насколько я понимаю, даже на этом фоне выглядит исключением, поскольку она не столько примудро-коварна. У меня есть знакомые в Америке, причем они ярые республиканцы, голосуют за республиканцев, но интеллектуальные способности госпожи Пейлина, они упоминали исключительно негативных коннотаций. Ну, там есть претензии к интеллектуальной составляющей, вот, но, в принципе, в принципе, самые агрессивные, вот, самые людоедские действия и заявления, в общем-то, в американской администрации, они принадлежат женщинам. Вот, и я уж... У нас, да, цель тоже есть яровая, например. Да, ну, вот это вот заменитая Клинтоновская вау, да, при сообщении о смерти человека, ну, это вот просто такая вот квинтэссенция, вот, которую можно просто представить. Вот, ну, в принципе, я, честно говоря, я очень не люблю вот эту феминистко-гендерную тему. А мы от нее прямо сейчас увидим. Я ее всегда избегаю, да, поэтому не будем давать поводу феминистам. Ну, извините, уже раз у нас появился гость, да, мы немедленно начали задавать вопросы провокационного характера. Разращаемся к вопросам непровокационным. Я хочу сказать, что есть одна вещь, есть один момент, за который нашу гостью, я думаю, что коммунистов в целом можно уважать. Они люди крайне упертые, упрямые и обязательные. Дарья Александровна сегодня утром прибыла из Греции в больном состоянии, вот, тем не менее, уже сейчас она у нас в студии. В Греции, как я понимаю, было какое-то левое сборище, все как положено, демонстрация, драка с полицией и все такое. Вот расскажи подробнее, пожалуйста, что это было, почему это было, почему в Греции, ну и, собственно, публика жаждет подробностей, поскольку у нас это в телевидении особо не освещают. Да, но я сразу хочу попросить прощения за голос, вот, поскольку большинство слушателей моего голоса не знают, то оно как бы и ладно, на самом деле, действительно, да. Вот, на самом деле, я не очень люблю слово «упертый», вот, предпочитаю слово «последовательный», потому что «упертый» это все-таки что-то такое, вот, наверное. Вот, а на самом деле, вот, действительно, в Греции мы уже привыкли, что центр, эпицентр социальной борьбы уличной, европейской, это Греция, вот, начиная с декабря 2008 года. И пораньше, по-моему. Раньше, раньше, но вот полноценной такой городской герильей дату можно назвать... Городская герилья, прошу прощения, это когда там пожгли все леса вокруг Афин? Городская герилья, ну, просто, чтобы вы понимали, что такое Греция, значит, там общенациональная забастовка, общенациональная, повторяю, это не как у нас там, допустим, когда бастует одна отрасль, не какое-то одно предприятие, в среднем раз в месяц. Значит, если ты идешь по греческим улицам и видишь банк, значит, на банке вот такие жалюзи, на котором написано «апергия», «апергия», значит, это забастовка. Значит, греки уже не стирают и не закрашивают эти надписи, потому что они знают, что через месяц будет опять эта самая «апергия», это везде, значит, перманентная. В 2008 году, в декабре месяце, значит, когда полиция убила, значит, ну, как бы сейчас эту ситуацию разобрали досконально, полицейские получили приличные тюремные срока, в отличие от российской ситуации, у нас, попробуй, привлеки к ответственности. У нас пока еще никого особо и не убивали, по-моему. У нас, ну, у нас не убивали, у нас калечили, вот, а по 93-му году я вообще молчу, когда, так сказать, лилась кровь. Это другая жизнь. Не будем эту грустную тему поднимать, да. Вот, значит, с этого момента в Греции идет практически перманентная социальная борьба, но неверно было бы думать, что она идет только в Греции. Греция просто самый такой выпуклый пример, потому что именно на примере Греции мы видели вот этот кризис Евросоюза, когда буквально в двух шагах от распада был Евросоюз, и судьбу Евро решили, в принципе, два депутата Афинского парламента, потому что блок Сириза, левый блок, который получил практически половину греческого парламента, вот, он практически уже провел это решение о выходе из Евросоюза, то есть весь Евросоюз, значит, естественно, сложился бы как карточный домик. Но буквально не хватило двух голосов, вот, из-за предательства, кстати, Коммунистической партии Греции официальной, да, но это такая, типа, местная КПРФ, вот, они не поддержали, вот, решение не прошло, Евросоюз устоял, Греция дала денег, вот, но, тем не менее, значит, было бы очень неправильно считать, что такое происходит в Греции. Посмотрите Испанию, да, Индигнадос. Но там все-таки не настолько, я прекрасно помню выступление 2006, по-моему, года, но все-таки не настолько. Нет, в прошлом году было гораздо больше 2000, чем в 2006 году, там полтора миллиона вышли в Мадриде в одном, не говоря о других городах. Вот, посмотрите, что происходит в той же, скажем так, Болгария нас 20 лет не баловала никакими социальными движениями, в этом году энергетический кризис, пол Болгарии вышел на улицы. Вот, то есть ситуативно, ситуативно, вот такие вот социальные, так сказать, подъем социального движения, он проходит в разных европейских странах, просто мы привыкли, что в Греции это, может быть, наиболее, скажем так, красочно, да. Да, вот, и поэтому, наверное, именно поэтому в этом году был назначен альтер-саммит, так называемый, ну, есть саммит официальный, да, вот, есть альтер-саммит, который устраивают альтер-глобалисты, левые и так далее. Да, да. Вот, его назначили в Афинах проводить. Вот мы, собственно говоря, были на этом альтер-саммите, и после него была большая конференция коммунистических и левых партий. Но, значит, история сложилась так, что эпицентром как раз уличной борьбы европейской стала Турция, да, вот история с Токсимом. Мы, находясь в Греции, если честно, чувствовали себя в Турции, ну, может быть, не в Стамбуле, да, потому что, значит, мы Токсима не видели, да. Но, на самом деле, значит, ситуация была, ну, есть такой стереотип, что греки не любят турок, турки не любят греков, это, в общем-то, в значительной степени уже архаизм, потому что меня поразило, что вся Греция исписана граффити, значит, мы все турки, каждый из нас турок. Значит, в каждом квартале идет акция солидарности с Турцией, где-то митинг, где-то какой-то концерт турецкой музыки. Вот, в центре Афин огромная демонстрация, мы участвовали там тысяч, наверное, на 200 участников в поддержку Турции, все несут турецкие флаги, вот, поскольку альтер-саммит штука международная, там из 60 стран мира были участники, вот, и все они несут турецкие флаги, и понимать, что ты при этом в Греции находишься, это очень вообще странно. А националисты все разобрались по нормам, потому что они по идее тоже должны ненавидеть. Ну, на самом деле, националистам в эти дни на улице было делать точно нечего, вот, националисты предпочитают действовать немножко по-другому. Ну, скажем так, в Греции очень поляризуется политическая ситуация, там растет, очень сильно растет влияние левых, и параллельно очень сильно растет влияние правых националистов, такого фашизоидного толка, да, потому что центристские партии, которые сменяли друг друга у власти на протяжении многих лет, да, неодемократия более правая, и посок более левый, на самом деле... Ну, посок же социалистический, насколько называется, по крайней мере. Это близнецы-братья, вот, как бы, вот эта вот смена вот этих двух партий у власти постоянно, да, да, это вот такой вот вариант, значит, поскольку, как бы, вот, они коллективно ответственны за вот этот вот самый европейский кризис, то активно пошла поддержка, вот, полюсов. Значит, левый с одной стороны, а с правой стороны, вот, партия Хриси-Авги, вот, получила что-то такое, по-моему, 19%, нет, вру, 12%, что для Греции тоже очень много, потому что, на самом деле, вот такой оголтелый национализм греческого разлива, он, в общем-то, Греции не свойственен. Греция давно уже перестала мыслить себя, как крупная, так сказать, это уже, это не древняя Греция, вот, это такая вполне себе, вполне себе региональная маленькая страна, и таких вот имперских амбиций, как в той же, допустим, Турции сегодняшней, в Греции давно нет, вот, они, в общем-то, реально оценивают свой, так сказать, свой потенциал, вот, но, тем не менее, вот такая вот фашизоидная хрень, значит, она пролезла в парламентах. То есть это люди поправили Пенна, условно говоря, существенно? Это люди поправили Пенна существенно, да, вот могу привести пример, буквально вот последнее художество, есть такой замечательный левый ученый, философ, марксист Саввас Мацис, преподаватель Афинского университета и так далее, вот, значит, недавно, возвратясь из какой-то поездки, он, значит, обнаружил, значит, заляпанную кровавой такой краской дверь, вот, и, значит, надпись «Раздавим еврейского червяка, привет от Хрисе Авги». Вот, ну, то есть такие вот... Причем к еврейству он никакого отношения не имеет. Ну, может быть, он и имеет дело, дело не в этом. То есть это такая вот совершенно хулиганская вот такая вот группировка, к сожалению, значит, да, скажем... Так, я прошу прощения, мы сейчас уже подходим к перерыву, я напомню, что у нас в гостях Дарья Митина, мы обсуждаем вопросы левые и политика, и мы вернемся в эфир через буквально две минуты. Так, мы продолжаем нашу беседу, я напомню, что у нас в гостях Дарья Митина, первый секретарь ЦК РКСМ, член исполкома Левого фронта, и я напомню, что телефон в студию 84956510996, а мы продолжим. Итак, мы обсуждали ситуацию в Греции, народные волнеют у меня вопрос, который, может, не понравится, но уже извините. Почему именно для левых свойственны вот такие достаточно агрессивные формы самовыражения, потому что это же не просто мирные люди выходят на улицу, это люди выходят на улицу, переворачивают машину, поджигают, не поджигают, бьют Макдональдс и прочие окна. Я ничего не путаю? Нет, на самом деле не только путаешь, но и просто, так сказать, немножко искажаешь реальную ситуацию, потому что, ну, если мы ограничиваемся вот этой же самой Грецией, да, то в больших крупных демонстрациях Греции, я участвую много лет, я ни разу не видела никаких агрессивных проявлений, всегда демонстрация ведет себя крайне мирно, только до того момента, если полиция не начинает провоцировать, не начинает бить толпу. Что бывает? Так бывает отнюдь не всегда, вот, скажем, из 10 больших демонстраций так было в одной, да, то есть чаще всего все проходит мирно, действительно, люди предпочитают мирный протест. Есть некие специфические группы типа Блэк Блок, да, это такие черные анархисты, которые специализируются на поджогах машин и разбитии витрин, вот, но это как бы, это специфическая группа, ее все знают, и обычно с вот левых мероприятий ее предпочитают удалять сами демонстранты, потому что никому не нужны, так сказать, лишние проблемы. Проблемы могут появиться в любой момент, а, так сказать, генерировать их самим никому в голову не придет, вот, но когда, вот, скажем, в случае с турецким таксимом, вот, здесь ситуация была немножко другая, потому что действительно грань допустимого перешла полиция. Она била, вот, она, значит, людей просто там, там ходынка была, если кто-то понимает, что такое таксим, это большая площадь, в которой расходятся лучи, и вот эти лучи, это такие достаточно узкие улицы. Ну, бутушные горлышки. Да, 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 это чистое самое горлышко, вот, и полиция загоняла людей в эти горлышки, и эти горлышки начинала их там бить, вот, мы знаем, что сегодня уже средства массовой информации сообщили о пятом убитом демонстранте за вот эту неделю, вот, может быть, для кого-то, пять это и немного, ну, скажем так, в общем, да, вот, причем убивают, как вы понимаете, не представителей сил правопорядка, а вот именно демонстрантов. То есть, на самом деле, вот, в таких вот массовых выступлениях все зависит от соотношения, так сказать, чувства ответственности обоих сторон. Если полиция не переевает палку, то ничего не будет. Но есть же, как бы, стандартный стереотип, который, ну, вот, я не знаю, он уже, как бы, культивируется не первые десять лет, что саммит G8, как правило, связан с приездом, там, троцкистов, анархистов, и дальше начинается вот все это самое питье по Макдональдсу. Ну, ездила, ездила я на все эти саммиты G8 с троцкистами, с анархистами, и ничего, ничего, ничего не было. А кто же бьет-то? Откуда камера берет картинку? Ну, камера берет картинку, во-первых, есть, есть, я уже сказала, что есть, допустим, Блэк Блок, да, я просто замечала в тех же Афинах, правда, несколько лет назад, как телекамеры просто бегут за этими ребятами из Блэк Блок. Ну, как, собственно, на правых митингах всех просят, извиняюсь за ржень, кинуть Зигу, потому что там тоже далеко не все... Кинуть Зигу, там, достать радужный флаг, у нас тоже много всяких этих самых опознавательных таких символов, за которыми должны бежать средства массовой информации. Кроме того, очень часто, так сказать, ну, мы же обычно верим картинке, да, вот, я просто иногда замечаю, что Евроньюз, она из года в год гонит одни и те же кадры, на самом деле. Вот, то есть я не хочу сказать, что ничего не бывает, безусловно, да, что-то случается, вот, но я должна сказать, что когда идет уличное противостояние массовое, да, власти, то, в принципе, случится, может быть, много что, но, в общем-то, никогда, никогда первыми не переходят грань демонстранты. Это просто пора запомнить, а вот эти вот стереотипы, которые либеральные СМИ нам насаждают, ну, просто над ними надо так вежливо посмеяться. Я понял. Хорошо, ну, то есть правильно ли я понимаю, что, на самом деле, вот, левый как-то довольно сильно подразделяется на две части. С одной стороны, это вполне системные политики, ну, условно говоря, кандидаты в президенты крупнейших государств мира. С другой стороны, это некая масса, которая занимается общественно полезной деятельностью на площадях. Ну, и с третьей стороны, это действительно, ну, чего же там говорить радикалы. Ну, на самом деле, любое политическое течение, там, от левых до крайне правых, можно описать в такой терминологии. Я люблю метаописание. Там везде есть свое разделение труда, да, наверное, это касается, так сказать, любых политических течений. Ну, как, ну, американских консерваторов, я думаю, нет, союза американского народа, условно говоря, Джона Архангела. Ну, еще лет 30 назад, вот эти вот ребятишки в куклахсклановских балахонах, кто они сейчас? Те, кто не повымерли, они как раз все члены, так сказать, вполне себе консервативных американских партий. Те же республиканцы, раньше это были архаровцы, значит, в балахонах с прорезями для глаз, теперь это вполне себе респектабельные республиканцы. Я понял, спасибо. У нас на линии Валерия Ильинична Новодворская, политик и политолог. Валерия Ильинична, добрый вечер, вы нас слышите? Да, добрый вечер, лидер партии Демократический союз, к вашим услугам. Большое спасибо, Валерия Ильинична. Мы с Дарьей Митиной обсуждаем судьбы левого движения, судьбы коммунистов. Мы знаем, что вы, мягко говоря, не очень жалуете коммунистов, но как, на ваш взгляд, вот левая идея в политике, какова сейчас ее роль и в мире, и в России в частности? Вы знаете, я могу утешить Дарью Митину тем, что эти идеи бессмертны. Как бессмертно амеба, как бессмертно нежелание и неумение человека стоять на собственных ногах и желание обязательно сбиться в какую-то протоплазму. Это вечное арестание между сильными и умными, и двойчиками, и тройчиками. Я, например, не желаю зла Сергею Дальцову, и нахожу процесс над ним абсолютно неправомерным. И хотя он мой враг, но нельзя судить людей по вымысленному обвинению за поджог какого-то Рейхстага. Это не имеет правосудия ничего общего. Но программу я очень внимательно читала. Это все то же самое. Шариковые швомберы. Взять все и поделить. 75% налогов, 60% налогов. Вообще все набрать, круглый бизнес. Мы это уже проходили. И что из этого получилось, все хорошо помнят. Левые идеи, они хороши для чего? Ну, чтобы действовать на нервы правым. И чтобы их время от времени гонять. Туда-сюда, туда-сюда. Но при попытке воплотить их жизнь, никогда ничего не получается. Если кто-то вам сказал, что во Франции, в Америке, в Швеции социализм, так это все не имеет к реальности никакого отношения. Это не социализм, это что-то другое. Поэтому перспективы очень хорошие. К сожалению, страну жалко и вообще человечеству жалко. Валерия Линична, огромное вам спасибо. Я напомню, что у нас в эфире был политический деятель, диссидент, основатель и лидер либеральной партии Демократический союз Валерия Новодворская. Я напомню, что мы в «Искусстве возможно» сегодня общаемся с членом исполкового левого фронта Дарьей Митиной. И я напомню, что телефон в студию 8495-6510-996. Дарья Александровна, вот тут говорят, что Шариковы и Швондеры. Ну-ка, отповедывайтесь. Я на самом деле очень благодарна Валерии Линичне за шикарный, я считаю, совершенно комментарий. Потому что если убрать всю зоологическую, физиологическую часть про амёб, протоплазму и так далее, Валерия Линична сказала несколько совершенно замечательных и бесспорных вещей. Во-первых, что идеи действительно бессмертны, да, это так. Во-вторых, то, что наша либеральная экономическая мысль называет социализмом в Европе, это не так. Это на самом деле не так, и в этом тоже Валерия Линична права, ничего общего, в общем-то, социализма это не имеет. Вот. И третье, я очень благодарна Валерии Линичне за персональное внимание, значит, к нашей программе, к сайту левого фронта, на который, как выяснилось, она заходила. Вот. И надо сказать, что действительно, да, у нас на сайте висит наша программа, которая постоянно находится в состоянии каких-то изменений. Модернизации. Модернизации, да. То есть работа над программой ещё далеко не закончилась, и вот очень приятно, что её уже читают, в том числе и наши оппоненты. Вот, кстати, вот сейчас приеду с эфира домой и буду заниматься редактированием программы Сергея Удальцова на выборах мэра Москвы. Вот. Вы знаете, что Сергей выдвинул свою кандидатуру, пока что заявил о попытке такого выдвижения, вот, он составил программу, вот, и сейчас, так сказать, пока что наш левый фронт, наша организация будет обсуждать эту программу между собой, вот, а потом мы её представим уже широкой публике. Я понял. Вот тут прозвучало, что вот тот социализм, который в Европе, это не социализм, и тут точка зрения коммуниста Дарьи Митиной и точка зрения антикоммуниста Валерии Новодворской полностью уходится. Сходится. А тогда у меня получается такой большой, блоковый, если угодно, вопрос. Каковы позиции вообще, вот, как мы прошлись по географии мира с гендерной позиции, вот, теперь пройдёмся, если угодно, с точки зрения политического спектра. Каковы позиции левого движения, левых партий в мире, то есть понятно, что есть регионы, где левые настроения традиционно сильны, ну, скажем, даже Латинская Америка, да, вот, какова ситуация в целом и что с динамикой? Вот, скажем, начало нулевых, очевидное поправение во Франции и вообще в Европе, в Америке Буш как-то очень сильно поправил у него коны и так далее, вот, потом опять полевение, потом что-то ещё. То есть вопрос состоит из двух частей. Что происходит в мире с левыми идеями, раз, вот, и что из них социализм, а что жалкое подобие? Ну, на самом деле, география левого движения и левых идей, в общем-то, она достаточно подвижно меняется. Сейчас, если вы посмотрите на карту, то, наверное, самое слабое левое движение, такое, находящееся в состоянии такого достаточного анабиоза, это, к сожалению, Россия, постсоветское пространство и Восточная Европа. Во всём остальном мире... Даже в сравнении с Ближним Востоком? Даже в сравнении с Ближним Востоком, ну, как бы... Ну, кроме Саудовской Аравии, условно. Ну, если мы возьмём, так сказать, относительное измерение, да, и абсолютно, то вот есть в относительном измерении левое движение на Ближнем Востоке растёт, а вот в этом постсоветском блоке, вот то, что раньше было в социалистическом лагере, да, это всё находится в состоянии глубоко депрессивном, отчасти это объяснимо, потому что прошло, в общем-то, 20 лет с исторической точки зрения, это, в общем-то... Это много или мало? Это очень мало. То есть правильно ли я понимаю, что коммунист Дарья Митина сообщает, что 20 лет назад, 20 лет и далее назад мы получили такую прививку от левых идей, что всё это не открещиваться... Нет, конечно, 20 лет назад мы получили коллапс, скажем так, вот того, что мы называем социалистическим лагерем, да, вот СССР и его союзники, вот, а, как вы понимаете, это был огромный мир, да, то есть вот он просто так не рушится, то есть, наверное, это сопоставимо только с разрушением, там, Римской империи, скажем так. Вот последствия, они, в общем-то, не на года, не на десятилетия, а на века. Вот, поэтому вот такая ситуация. На самом деле Европа в целом действительно поправила, но, значит, здесь нужно чётко различать две вещи. Значит, когда мы говорим о состоянии левого движения, мы не должны это приравнивать к состоянию традиционных левых, так сказать, партий. Например, скажем так, коммунистическое движение во Франции это отнюдь не французская коммунистическая партия, значит, к которой мы привыкли. А кто там коммунисты? И в какой-нибудь Индии то же самое, например? Например, на тех же выборах во Франции, значит, 11% получил левый кандидат Меланшон, значит, 5% получал левый троцкист Оливье Безонсено, то есть это такие совершенно, в общем-то, нормальные, приличные результаты. Вот, а кандидат от традиционной ФКП, женщина, да, вот, она получила там гораздо меньше, чем тот же Меланшон, она получила что-то такое, по-моему, процент 4. Вот, то есть, в принципе, в принципе, вот этот кризис традиционных партий, кризис традиционных политструктур, это то, что мы наблюдаем по всему миру, и ни одна страна, в общем-то, не дала еще адекватного ответа. Потому что ту же самую Грецию возьмем. Значит, так вот, когда в Грецию приезжаешь, такое ощущение, что вся страна левая. Левая, но православная. Когда греки выходят на улицу, это пол Греции, значит, на улицах. Когда начинаются выборы, греки голосуют ногами, то есть вся вот эта левая масса, которая активно себя ведет на улице, да, она не голосует. В результате, значит, Компартия Греции, вот такая архаичная, вот такого изюгановского типа, она получает стабильно третье место, и, значит, вот это как бы она застолбила вот это вот третье место на глубокие века. Стоп, а вот теперь я напомню, что у нас в гостях Дарья Митина, это искусство, возможно, телефон в студии 84956510996. Вот мы, наконец-то, и подошли к одному из самых существенных пунктов нашей программы. А что в части традиционных и нетрадиционных, да простят меня, партий левого толка происходит в России, меня очень интересует. Дело в том, что, ну вот есть КПРФ, которая худо-бедно занимает даже не третье, а второе место, весьма уверенно, все последние годы. Но дело в том, что КПРФ как-то не очень-то похожа на коммунистическую партию, если честно. То есть по целому ряду признаков, ну, я не знаю, там, державность, патриотизм. Так, одну секунду, нам, по-моему, кто-то звонит в эфир. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вы знаете, у меня вопрос вот к Дарье и вам как к ведущему. Вот не кажется ли вам, что вообще вот то, что называется левой идеей, в основе которого и лежит, ну, по моим представлениям, братство, там, совместный труд, оно, сама эта идея настолько утопична, что вот и пример того, что вот господин Алан, победивший во Франции, ну, и частично Обама, которого, конечно же, не назовешь коммунистом, но все эти люди в тех странах, ну, вот, рейтинг Алан, понятно, что... Если можно, более лаконично, пожалуйста. Лаконичность в том, что левая идея в основе своей обречена абсолютно на погибель. Спасибо, понял. Спасибо, Александр. Ну, вот точка зрения диаметрально противоположная тому, что говорила Валерия Ильинична. Тут говоришь, что бессмертно, тут говоришь, что очень даже и смертно. Кто прав? Короткий ответ. Ну, во-первых, надо сказать, что у нас просто с господином разные понятия левой идеи. Если он в качестве примера левых политиков называет Аланда и Обаму, то явно мы говорим о разных вещах. Вот. А что касается утопичности или неутопичности, я хочу напомнить, на самом деле, что, по крайней мере, в третье мира, если мы возьмем не страны, а вот именно количество населения, вот, треть мира живет, в общем-то, под левым. И плюс китайцы. Под левым. И китайцы, это вьетнамцы, это некоторые штаты Индии, это Куба, опять же, это сейчас Латинская Америка. Ну, там можно спорить, да, какая страна, да, какая-нибудь. Даша, я прошу прощения, у нас безумное количество звонков, поэтому будем отвечать на них по очереди. Альберт, слушаем вас внимательно. Что вы хотите сказать? Да, добрый вечер. Значит, хочу сказать, что левые взгляды абсолютно живы, они живы из-за живых. Да, значит, по поводу ситуации в Европе, пока, к сожалению, такого глобального коллапса нет, но он раз или поздно случится, пока рано или поздно будет. Это приведет к тому, что Европа начнет рушь сама по себе, потому что куча стран, которые живут просто на дахте, это Берлина, потому что основной донор, конечно, Евросоюза, это Берлин. Я прошу прощения, у нас минимум времени. Вы хотите задать какой-то вопрос или вы просто высказали? Нет, никакого вопроса мне задавать не хочу, я хочу сказать, что у вас, извините, на текущий момент нет. Спасибо, спасибо, понятно. Так, значит, Виталий у нас на линии, это последняя перед паузой у нас будет разговор, я весь внимание, Виталий. Здравствуйте. Здравствуйте, извините, ну, к сожалению, тоже вопрос просто интересный даже, почему она считает, что Китай по левой идее как бы живет? Это я сказал. А, извините, наиболее либеральные законы для частого бизнеса, и хотя там даже, несмотря на госмолополии, там отсутствует фактически деятельность профсоюзов и логических, то есть, ну, в меньшей степени там популизм левый, чем в Европе, так можно сказать. Вопрос понятен, спасибо. Дарья, ну, где-то меньше минут у нас на ответ, поэтому буквально... Ну, на самом деле, значит, что касается первого нашего звонившего, то он совершенно прав, действительно, в общем-то, вся конструкция Европы держится на финансовых вливаниях Германии и Франции. Если убрать вот эти вливания, то Европа совершенно четко распадется на, я даже не знаю, раньше были эти феодальные удельные княжества, в общем, конструкция Европы поплывет. Что касается последнего вопроса, то да, значит, я должна сказать, что замечание справедливое. Вообще, в левой среде дискуссия о китайской модели — это один из наиболее болезненных вопросов. Я думаю, сейчас у нас просто нет физически времени обсуждать, но я должна сказать, что действительно многие упреки, значит, китайцам, да, за отклонение от какого-то, значит, левого стереотипа, они справедливые, но это вот своеобразная китайская модель, которую можно обсудить как-нибудь отдельно, отдельные передачи. Спасибо, я напомню, это «Искусство возможно». У нас в гостях Дарья Митина, телефон в студии 8495-6510-996, и мы вернемся к вам через две минуты. Это «Искусство возможно». Последний фрагмент 20 минут нашей передачи. Я напомню, у нас в гостях Дарья Митина, телефон в студии 8495-6510-996. Вот. Мы обсуждаем, я напомню, вопросы левой политики, и у нас уже сейчас звонок в студию. Давайте мы его примем, наверное. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Меня Сергей зовут. Здравствуйте, Сергей. Значит, что хочу сказать. На самом деле, на текущий момент в России, я соглашусь с предыдущим оратором, коммунистической партии сейчас нет. Когда господин Зюганов продался существующему режиму, вот, и это будет некоторое время продолжаться до тех пор, пока мировая вот эта система, да, финансовая в том числе, не начнет рушиться. И когда это произойдет, возможно, что появится более жесткий последовательный лидер, который может перевернуть ситуацию в свою пользу. Я понял, спасибо. Ну, собственно, это та самая тема, которую я хотел обсудить. То есть, если мы говорим о кризисе традиционных партий, то, очевидно, это относится и к постсоветскому пространству. Оставим в покое Украину со своей, там, условно говоря, коммунистической партией, социалистической партией. Но, я говорю, гораздо интереснее это момент России. То есть, мы имеем, с одной стороны, Зюганова, но мы имеем и, в целом, коммунистическую партию, которая занимается какими-то вещами совершенно некоммунистическими. То есть, фактически, Уваровская триада православия и народность, даже не самодержавие, в чистом виде воплощается здесь. И какой же тут коммунизм, спрашиваю вас. Ну, на самом деле, вот, действительно, последний звонивший во многом прав. И он очень точно сформулировал, коммунистической партии, именно в классическом понимании этого слова, в России нет. Но это не значит, что в России нет коммунистов. Они есть. Но, действительно, ситуация сложилась так, что настоящие коммунисты либо деморализованы, так сказать, в рамках Зюгановской партии. Либо пытаются что-то выстроить, так сказать, вне ее и сбоку от нее. Но проблема заключается в чем? Значит, здесь два процесса шли навстречу друг другу. С одной стороны, значит, Зюганов действительно продался и верхушка КПРФ совершенно утратила свой, так сказать, коммунистический облик. И зашагала в фарватере кремлевской политики. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, вот, на протяжении последних, там, десяти с лишним лет формировалась такая политическая система. И, так сказать, имена архитекторов ее, так сказать, известны, не будем их называть. Чего так? Вот, шло выжигание, шло выжигание политического поля, вот, значит, шло выжигание, так сказать, партийного вот этого поля. Вот, фактически, вот, любое партийное строительство реальное, вот, не показушное, не бутафорское какое-то кукольное, да, клоунское. Вот, а реальное партийное строительство было затруднено не только законодательством, но и, значит, реальной практикой, которая, как мы знаем, гораздо богаче любых законов. Вот, поэтому, действительно, мы можем сказать, что Россия, именно в смысле, так сказать, партийного своего многообразия, она деградировала очень сильно. Россия многообразия в целом или левого спектра? Россия в целом, Россия в целом, а левый спектр особенно. То есть, можно сказать, что мы сейчас отошли где-то лет на 150 назад. То есть, мы сейчас на каком-то таком кружковом уровне находимся. Вот, то, что у нас считается партией, на самом деле партией не является. Вот, есть структуры, есть люди, есть, так сказать, люди, которые 20 лет уже в коммунистическом движении. Вот, но, к сожалению, вот пока вот эта вот политическая система давляет над нами, к сожалению, так сказать, ничего изменить нельзя. Именно поэтому я подвожу всех настойчиво к мысли, что рано или поздно пора просто наплевать на вот эту партийную конструкцию, да, и начать жить так, как живет Европа. Потому что, опять же, возвращаясь к той же самой пресловутой Греции, раз уж мы сегодня ее поминаем, там же была вот такая ситуация. КПГ — это чисто изюганов, вот, и мелкие, значит, такие группы. Но людям хватило ума, мозгов, так сказать, порядочности, совести и, значит, дальновидности понять, что в этих рамках они далеко не уйдут. Вот, они объединились вот в этот самый блок Сириза, несмотря на то, что эти люди, так сказать, там вчера друг с другом в километре не присели бы, да, вот они, значит, преодолели вот эти все амбиции, разногласия и так далее. И этот блок сразу занял устойчивое второе место и завоевал полпарламента. Так вот, наверное, России нужно подумать тоже об этом, потому что не стоит читать законы, которые нам взбесившийся принтер пишет и печатает, да, вот. Не стоит идти в арватере вот этого кремлевского официоза, нужно творить историю самим. Потому что закон — это вот для Андрея Богданова, который делает партии, да, мы как мы, известно как. Ну, у человека бизнес. Не, ну, замечательно, я с пониманием к этому отношусь, но коммунистам-то нужно другое. Коммунистам нужны реальные партии, а не спойлеры, а не какие-то бутафории, значит, и симулякры, да? Спойлер — это другой бизнес. Кстати, раз уж мы заговорили о присаживании на одном километре, я хочу чуть-чуть сменить тему и, может быть, отчасти ее расширить. Вопрос вот какой. Вот последние полтора года напряженность в обществе, и на какое-то время сплотились все мыслимые течения оппозиции, которые, ну, не то, что задним столом бы не сели и задним километром. Нам вообще странно, ну, нужно было на входе отбирать там, по-моему, цепи топоры и так далее. То есть левый, правый, либералы, националисты, вот все сплотились. И вот такое ощущение, что сейчас не просто идет обратное размежевание, а что это обратное размежевание уже кончилось. И вот сейчас целый ряд левых деятелей во главе... Вы, кстати, считаете Лимонова и его, так сказать, коллег левыми или нет? Интересный вопрос. Ну, в целом, да. То есть то, что Валерия Ленинична считает его, допустим, злейшим фашистом, вы не согласны? Нет, конечно. Понятно. Ну, так и продолжим. С Лимоновым другая проблема, но это отдельный вопрос. Понятно. Так вот, Лимонов тех же либералов в последнее время кроет в хвост и гривущую для полной счастья через всякие федеральные издания типа «Известий». О, да. Сейчас крыть либералов, это, конечно, жуткая фронта, я понимаю. Ну, не то слово. В учетом того, что все официальные каналы у нас занимаются тем же самым, то это, конечно, акт большого героизма, я понимаю. Так, ну, хорошо. Но и все-таки, вопрос, это был ситуационный блок, который практически сразу развалился по причине несовместимости или все-таки тут что-то чуть более сложное? Ну, на самом деле, это индикатор того, что реальное протестное движение, оно состоит не из лидеров и не из структур. Потому что, опять же, Грецию упоминаем в сотый раз и Турцию, да, вышли люди, вот, естественно, там были партии, естественно, там были лидеры. Там, как я понимаю, и коммунисты, и сторонники Ататюрка, это разные люди. Там коммунисты, и сторонники Ататюрка, там профсоюзы, там докеры, там рабочий пекарен, там офисный планктон, как мы любим говорить, да, офисные работники. То есть, на самом деле, вышли люди, а вовсе не за вождями, а именно протестовать против той политики, которую они считают для себя неприемлемой. Вот в 2011 году в Москве было то же самое. Хорошо, прощение, звонок в студию. Да, Константин, слушаю вас. А, да, добрый день еще раз. Добрый. По поводу лидера, Дарья абсолютно правильно сказала, у нас на текущий момент вообще нету лидера в нашей стране. Именно вот именно в протестном движении, именно в коммунистическом движении. Так в протестном или в коммунистическом? Одно не сводится к другому. В протестном коммунистическом движении. Да, и в том и в другом. Потому что нет текущего лидера, который повел, как Ленин в 2017 году, людей, который объединил бы четко, внятно, абсолютно простыми словами объяснил наши цели и задачи, как это сделал Ленин в 2017 году. А Дарья абсолютно правильно сказал, что мы сейчас на 100-150 лет отброшены по этим идеям. Мы сейчас находимся, на самом деле, наверное, в 1905 году, вроде бы в предреволюционной ситуации, но большевики в то время как раз были в большинстве. Но, на заметку Дарья, нужно воспитывать лидеров, нужно абсолютно ввести в народ, как делали большевики. Потому что большевики, по большому счету, были объединены идеей, были сплочены и четко и внятно могли объяснить народу, что они хотят от народа и что они сами хотят. Константин, я понял, большое спасибо. Ну, Дарья Александровна, человек шпарит прямо как по учебнику общественное знание, извиняюсь за выражение. Вы ходите в народ? На самом деле человек абсолютно прав. Значит, мы часть народа. И вот, например, когда месяц назад в Москву приезжали рабочие Ижемаши, Ижевского машиностроительного завода, протестовать против условия труда и зарплат. Люди приехали, вот вдумайтесь, в начале 21 века, люди приехали требовать от правительства повышение зарплаты до 10 тысяч рублей. Рабочие, это Ижемаш, это не умирающее производство. Любые комментарии с моей стороны могут быть восприняты как проявление некоторой розни. На самом деле это завод, который производит оружие, которое востребовано во всем мире, знаменитое Калашниково. Значит, у рабочих зарплата 3, 4, 5 тысяч рублей, это не сказка. Вот, это на самом деле так. Прошу прощения, прошу прощения, мы дали слово всем, но не дали слово представителям охранительного лагеря. Политолог, проректор Российского экономического университета имени Плеханова Марков Сергей Александрович у нас на линии. Здравствуйте, Сергей Александрович, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Сергей Александрович, мы с Дарьей Митиной обсуждаем перспективы левого движения в России. То есть, существующая ситуация, загнивающая КПРФ, возможных, но пока не существующих, ростков новых левых движений. Как бы вы могли прокомментировать ситуацию в этом плане и перспективы? Ну, вы знаете, конечно, у левых большие перспективы, поскольку дефицит социальной справедливости. И левые перспективы именно к социальной справедливости. У нас дефицит социальной справедливости по нескольким одновременно направлениям. Ну, во-первых, у нас очень большой разброс в доходах между бедными и богатыми. Ну, тогда дефицитный коэффициент у нас зашкаливающий, выше уже, чем, по-моему, большинство стран Латинской Америки. И, конечно, намного-намного больше, чем в Европе и выше, чем в большинстве стран Азии. Дефицитный коэффициент показывает разницу в доходах. Это очень плохой показатель. Высокий коэффициент – это очень... Второе, у нас несправедливо существует с точки зрения того, кто попал в эти лучшие, самые богатые. Как правило, это попали те, кто в 90-е годы, да и нулевые тоже, обладали способностью легче других нарушать закон или сжать мораль. Поэтому у нас приходил как бы негативный во многом отбор. Самые такие подлые негодяи, что ли, по законам Экиавелли, Никола, у них был больше уровень свободы, возможно, они избрали это. В-третьих, у нас социализация реализуется, потому как эти себя ведут те люди, которые стали богатыми. Они буквально тычут богатство своим богатством всем остальным, тычут своим неправедно заработанным богатством. Вот дальше, хотя Михаил Прохоров, да, говорит, вот бизнесмен. Ну, что он создал? Мы знаем, что за Билл Гейтс, что Карнеги там создал, американец, так далее. А что создал Прохоров? Что создали все остальные? Прохоров лишь приоритетизировал то, что создали узники сталинского Норильского гулага. Норильского лагеря, точнее сказать. Гулаг – это главное управление лагерей. И просто он присвоил то, что вот этими более тысячами погибших, так сказать, сгнивших чекосовских гниют в этих личных мерзоте Норильска. Он просто забрал себе это. И при этом они еще тысячи свои богатства. Характерно этот Прохоров, который массу проституток там собирал, российских, французских со всего мира, коршавели там сарят деньгами и так далее. То есть они нагло вызывающе себя ведут, тем самым вызывают колоссальную ненависть. Кроме того, они еще вывозят массово эти деньги в страны. То есть они здесь их во многом не заработали, а забрали. Если большинство, честно говоря, что и украли. И кроме того, они еще их и увозят туда. И там кутят на них, сжигают эти 100-рублевые копюры и так далее. То есть у нас социальный специалист по огромному количеству параметров дает большой драйв левому движению. — Большое спасибо, Сергей Александрович. У меня было, честно говоря, такое ощущение, что мы сейчас слушаем не Сергея Александровича, а извиняюсь за выражение Эдуарда Вениаминовича. — Ну, в общем, да. Я, честно говоря, насторожилась, потому что... — Прошу прощения, звоночек нам в студию. Звоночек нам в студию. Здравствуйте, Дмитрий, слушаем вас. — Алло. — Добрый вечер. — Добрый. — Слышишь меня? — Да, конечно. — Смотрите, моя точка зрения такая. Все-таки история у нас развивается по спирали, да, и некоторые процессы повторяются. И хочу отдать должное, что нынешняя власть, она делает выводы из истории и из революции, которая была. И что мы можем видеть сейчас, как правильно говорил там один из дозвонившихся вам людей, что там Зюганов, да, продался уже текущей власти. Создаются такие вот партии, которые исполняют роль громоотводов, озвучивая популярные насущные социальные лозунги, да, при этом ничего не делая, как бы оттягивая на себя внимание это электральных масс, которые не концентрируются до критической массы. И вот этого гася вот эту волну протеста. И поэтому, как также правильно звонивший еще один сказал, что на текущий момент вся основная проблема — это в том, что нет внятного лидера, который должен направить четко, сказать, что делать, и как Ленин вести за собой этот протестный, скажем так, порыв. — Понял, спасибо большое. Ну, собственно говоря, вопрос задан. И, собственно, то, что прозвучало в выступлении Сергея Маркова, тут же он сказал довольно важную, на самом деле, вещь, вперед на русский язык, это поляна есть. На поляне все хорошо, на поляне практически накрыто, приглашаются гости. Так вот, где гости, где сильные лидеры? Откуда они возьмутся? — Ну, на самом деле, все вот звонки, да, сегодняшние, они подтверждают одну простую вещь, что запрос и на левую идею, и на новую коммунистическую партию, действительно новую, а не какую-то очередную спорту, вот этот запрос, он очень силен, вот, и социальная база действительно есть, и на самом деле я думаю, что буквально в течение, там, ближайшего года-двух, ну, я говорю именно так, потому что я немножко знаю, что сейчас творится на левом фланге в плане паростроительства, сейчас идут интеграционные процессы между разрозненными группами, которые раньше составляли, там, какие-то части КПРФ. Мы знаем, что КПРФ, она фактически, ну, прежней КПРФ, в нынешнем ее виде, ее уже нет. Вот это надо четко понимать, что не осталось ни одного целого горкома, ни одного целого... — То есть та самая амеба, условно говоря, о которой говорила по другому поводу Валерий Леонидович. — Значит, половина партии, буквально партия ополовинилась, значит, по численности, и люди уходят, куда они уходят? Они уходят либо в никуда, что прискорбно для нас, вот, либо уходят в действующие коммунистические группировки и партии, значит, российско-коммунистическая рабочая партия, там, коммунисты России, либо уходят к нам в левый фронт. В общем, люди рассредотачиваются, нельзя сказать, что им вообще некуда пойти. Но, конечно, для того, чтобы вот эти вот объединения, они были эффективны, чтобы они могли выступать не только на выборах, потому что чем занимается КПРФ? КПРФ — это исключительно мешок с голосами, да, то есть они исключительно как электоральный механизм действуют. Вот, для того, чтобы партия была эффективна не только как машина для голосования, вот, для того, чтобы она работала в трудовых коллективах, для того, чтобы она была близка к людям, для того, чтобы она понимала, так сказать, нужды, действительно, то, что нужно людям и, так сказать, нужное население. Для этого нужна действительно коммунистическая партия, как бы это ни звучало, может быть, так сказать, архаично с точки зрения некоторых слушателей. Но я вот, когда вот слушаю вот эти звонки, да, звонят люди, вот, все настолько правильно люди понимают, настолько верно оценивают, что я просто задаюсь вопросом, а откуда тогда берутся у нас каждый раз вот эти 60-70% за партию власти, потому что, ну, явно вот эти люди, они голосовали за кого-то еще. Я позволю себе предложить одну из версий. А голосуют за партию власти, потому что, а за кого голосовать, причем, в данном случае, подчеркиваю, именно за кого. То есть, ну, условно говоря, допустим, у либералов есть Навальный, достаточно харизматичный популист. Так Навальный не участвовал пока что ни в одних выборах. Ну, если проучаствует, что-то, если какие-то голосования получат, нет, ну, это имя, которое на слуху, это, несомненно, харизматик. Нет, оно на слуху, но проголосовать-то за него нельзя. Хорошо, покажите мне ваших харизматиков. Ну, кроме лично Дарьи Александровны Митиной, которым мы имеем счастье. Ну, Дарья Александровна Митина тоже никуда не баллотируется пока. Так, хорошо, но... И вряд ли будет. Ну, кое-что уже начали регистрировать. Наверняка, при большом желании, можно найти какой-нибудь список, по которому уже пройти мимо КПРФ. Где ваши яркие лидеры? Ну, на самом деле... Без лидеров за вами просто не потянутся, даже есть хорошая идея. Поскольку я представляю Левый фронт, да, как уже говорилось, вот, наш лидер, он весьма ярок, и на самом деле... Речь это Сергею Дальцову, поясняли. Речь это Сергею Дальцову, да, и на самом деле вот за вот какие-то несчастные там полтора года вот этого протестного движения, да, наш Левый фронт, он буквально удестерился в численности. То есть идет большой постоянный приток людей. Люди верят нам... А сколько-то в абсолютных цифрах, если этот вопрос не покажется нескромным? Ну, на самом деле, я не могу сказать, сколько в абсолютных цифрах, я могу судить, сколько к нам поступает заявление, так сказать, интерактивным образом, сколько люди пишут заявления, допустим, в той же Москве. Вот. Судя по тому, что у нас не было в ряде регионов никогда никаких там отделений, так сказать, филиалов и так далее, теперь у нас эти отделения есть, я могу делать выводы о том, что происходит в регионах, например. Вот. Но вы знаете, что, скажем так, политика реальная и политика официальная у нас, к сожалению, это две большие разницы. Потому что я даже не говорю о том, что Сергей сейчас находится под уголовным преследованием, который, мягко говоря, ограничивает возможность его деятельности, да. Но даже если бы он уголовно не преследовался по надуманному обвинению, вот, тем не менее, значит, никто, я понимаю, я реалист, я прекрасно понимаю, что в нынешних условиях никто никогда партию под названием «Левый фронт» не зарегистрирует. Мы официально нам вчера на марше против палачей пытались объяснить, что мы запрещены. Вот. Мы, правда, показали соответствующую статью закона и сказали, что мы не запрещены, но у нас же, как говорится, закон, что дышло. Да, у нас люди живут не по закону, а по понятиям. Вот. Поэтому, к сожалению, вот эта вот ситуация с партиями, она наталкивается на достаточно жесткое сопротивление системы, и отрицать это было бы глупо. Я понял. Итак, на чем мы резюмируем, если я правильно понимаю. Итак, поляна для левых идей есть, люди, которые готовы разделять левую идеологию, есть. С лидерами пока что все существенно сложнее, но по факту, что мы ожидаем каких-то перемен, как пелась в песне «Известного рук певца». И на этом мы сегодня заканчиваем программу «Искусство возможно». Напомню, с вами был Сергей Ильин, а у нас в гостях была Дарья Митина. До встречи через неделю.